Друзья, нам всем известно, что на эфириуме было проведено много ICO и проведено много смарт-контрактов, что является основой DeFi. DeFi это Decentralized Finance, децентрализованные финансы. Самым известным проектом в сфере DeFi является проект MakerDAO, то есть децентрализированное кредитование. Это когда любой человек может выпустить на MakerDAO свои стейблкоины, токены и отдать залог своей эфиры. И теперь, что мы видим, именно в последние годы происходит большая конкуренция со стороны Binance. Господин Джао хочет прибрать к себе весь крипторынок. Он создал Binance Dex год назад, который уже провалился. А провалился он потому, что есть другие Dex настоящие, децентрализованные. И угадайте, где они построены? На эфириуме. Также Binance собирается выпустить свой прототип, BDAO. Но там вместо залоговых денег будут не эфиры, а BNB токены, родные токены Binance. То есть в последнее время господин Джао все больше и больше хочет копировать и походить на эфириум. Вряд ли у него получится, потому что у эфириум в последнее время уже стал оплотом всего крипторынка. То есть все больше и больше проектов на нем создается. Тот самый злополучный Tether USDT все больше и больше печатается на эфириуме. И что сделает в последнее время неудержимым эфириум, я думаю, это уже децентрализованный хостинг и децентрализованные веб-сайты. Если вы посмотрите на проект IPFS, это примерно где-то BitTorrent, похожее, то уже этот данный проект позволяет осуществиться децентрализованному хостингу и децентрализованным веб-сайтом. Так что, что мы видим? Война между Binance и эфириумом продолжается. Что я думаю насчет эфириума? Я думаю, может быть, эфириум уже в последнее время все больше и больше станет интереснее. Может, будет даже и дороже биткоина. Мы это поживем, увидим. Но, тем не менее, есть слухи, что цифровые доллары Америки будут созданы на том самом же эфириуме. Какая-то часть, может быть, из них. А теперь насчет взлета биткоина. Просто обратите внимание, сколько тезер и USDT было напечатано последнюю неделю. Порядком сотни миллионов долларов. Это все опять проделки BitFenix и их друзей. Я их так называю. BitFenix and Friends. Будьте осторожны, потому что, я думаю, сейчас будет опять разворот биткоина. И никакой корреляции биткоина с фондовым рынком нету. Биткоин не коррелирован ничем. Биткоин только управляется китами и майнерами. Так что пишите комментарии, что вы думаете насчет этого. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока.